На пути к европейской стратегической автономии 9 апреля 2019 года и на смена пути к европейской стратегической автономии Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО Источник изображения, РИА новости, Алексей Витвицкий Как и до какой степени, Европа может полагаться на себя в вопросах собственного процветания, безопасности и международного влияния Изменения в глобальном балансе сил, геополитическая неопределенность Сомнения в надежности США в качестве союзника придают особую актуальность этой дискуссии Ее исход будет критически важен для будущего Европы Как и до какой степени, Европа может полагаться на себя в вопросах собственного процветания, безопасности и международного влияния Изменения в глобальном балансе сил, геополитическая неопределенность Сомнения в надежности США в качестве союзника придают особую актуальность этой дискуссии Ее исход будет критически важен для будущего Европы В значительной мере эта дискуссия до сих пор велась вокруг различающихся терминов Органы Евросоюза, а также Германия, обычно предпочитают термин «стратегическая автономия», в то время как Франция отдает преимущество концепции европейского суверенитета Впрочем, обе концепции часто используются взаимозаменяемым образом, и им редко дается точное определение Пытаясь прояснить ситуацию, мои коллеги и я недавно предложили практическое определение европейской стратегической автономии Мы также проанализировали возможные препятствия, трудности и конфликты, которые могут возникнуть, если немецкие и европейские власти решат поставить перед собой такую цель Под стратегической автономией мы понимаем способность устанавливать собственные приоритеты и принимать собственные решения в сфере внешней политики и безопасности А также наличие институциональных, политических и материальных инструментов для реализации этих решений Либо в сотрудничестве с третьими сторонами, либо, если понадобится, в одиночку Сторона, обладающая стратегической автономией, может устанавливать и или добиваться соблюдения международных правил, а не выступать объектом решений, принимаемых другими державами В современном мире даже такие крупные страны ЕС, как Германия и Франция, способны достичь подобной автономности лишь совместно с европейскими партнерами В отличие от более узких определений наша концепция стратегической автономии охватывает весь спектр внешней политики и политики в сфере безопасности Помимо обороны она учитывает силу экономики, государственные финансовые рычаги, дипломатию, разведку, управление гражданскими конфликтами Все это помогает определить уязвимость Европы и ее подготовленность к конфликтам, в том числе к защите основанного на правилах международного порядка, который столь важен для Евросоюза и входящих в него стран Автономия всегда относительна, а не абсолютно Это средство защиты и продвижения ценностей и интересов, а не цель сама по себе Автономия не подразумевает авторгию, изоляцию или отказ от альянсов В Европе партнеры это самое важное Для Германии такими партнерами являются, главным образом, все страны ЕС и остальные европейские члены НАТО Евросоюз уже обеспечивает стабильный, постоянный механизм для осуществления действий, а это незаменимое предварительное условие долгосрочной стратегической автономности Однако страны ЕС должны стремиться к европейской стратегической автономии, а не стратегической автономии Евросоюза США и дальше будут важнейшим внешним союзником и партнером Европы Общей трансатлантической задачей должно оставаться не только выстраивание отношений с находящимся на подъеме Китаем, но и ответ на брошенный вызов международному порядку, основанному на правилах, со стороны России и других держав Тем не менее, Европа больше не может слепо полагаться на Америку в вопросах обеспечения собственной безопасности и стабильности ближайшего геостратегического окружения Увеличить европейские оборонные расходы требует не только администрация президента США Дональда Трампа, этого требовали все американские правительства со времен окончания Холодной войны Европа уже обладает стратегической автономией на некоторых уровнях В сфере торговли у ЕС есть и средства, и воля для осуществления международного влияния Но в военной сфере разрыв между европейскими амбициями и реальностью слишком широк и глубок В обозримом будущем полная европейская автономия в сфере обороны немыслима Коллективная оборона будет оставаться задачей НАТО При этом у Европы нет желания отделять себя от США и их стратегического зонтика Вместо этого Европа должна стремиться к большей, но ограниченной автономии Которая позволит ей независимо заниматься выполнением сложных задач по антикризисному правлению и урегулированию конфликтов ЕС нужно также повышать свою способность защищать территорию и целостность стран-членов А особенно тех из них, которые не входят в НАТО Сюда относится и оборона от гибридных и террористических атак Которые не провоцируют немедленных действий всего Альянса Для достижения этих целей ЕС и НАТО надо будет работать вместе, а не против друг друга Кроме того, после Брексита Великобритания должна оставаться тесно связанной с общей политикой безопасности и обороной ЕС Все эти задачи могут решаться путем укрепления европейского фундамента НАТО как в военном отношении Благодаря расширению потенциала и повышению его эффективности, так и в политическом, в виде формата В котором европейские страны НАТО готовят решение Альянса Помимо повышения общей готовности Европы к действиям Это позволило бы сделать ее более привлекательным партнером для США И помогло бы выстроить с ними более асимметричные отношения Достижение даже такого ограниченного и четко определенного уровня Европейской стратегической автономности потребует совершенствования не только военного потенциала Но и взаимодействия европейских вооруженных сил В оборонно-промышленной отрасли стратегическая автономия будет оставаться отдаленной целью до тех пор Пока европейские страны не смогут осуществить дальнейшую консолидацию производственных мощностей И договориться об общих экспортных критериях Козырные карты Европы, помогающие достичь стратегической автономии Это сила ее экономики и общий рынок В вопросах регулирования, торговли, конкуренции и защиты данных ЕС уже воспринимается в мире как стратегический игрок Для входящих в него стран Евросоюз является механизмом защиты и сохранения европейской конкурентноспособности Однако ЕС стал бы значительно лучше подготовлен к конфликтам, если бы расширил роль евро в качестве глобальной резервной валюты Для стабилизации еврозоны в долгосрочной перспективе Германия и Франция должны будут достичь компромисса по таким вопросам Как общее обязательство в Банковском Союзе и ЕС Введение автоматических бюджетных стабилизаторов Коррекции экономической модели Германии Которая сейчас сильно опирается на экспорт Европейская стратегическая автономия это не какая-то абстрактная концепция Она имеет огромные практические последствия Достижение этой цели сделает Европу более процветающей и безопасной в быстро меняющемся мире Фолькер Пертьес Председатель и директор фонда науки и политики Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Фолькер Пертьес Волкер Перс Материалы и на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции и на СМИ Право на данный материал принадлежат и на СМИ Материал размещен правообладателем в открытом доступе оригинал публикации Редактор субтитров А.Семкин